Здравствуйте! В эфире архифакты этой недели с 19 по 25 августа. Архивные факты события героев. Сегодня главной темой старых новостей будут путешествия по воде, по суше и в поисках трофеев. А начнем с всегда проблемной темы приближающегося отопительного сезона. Главный вопрос – кадровый. И в отопительном сезоне тоже. Материал о курсах кочегаров показывали по телевизору в августе 2007-го. Ученики приехали со всей области. Кто-то уже работал в котельных, правда без образования. Кто-то был без работы и только хотел идти в профессию. Оказывается, профессия кочегара – это не просто уголь в топку кидать. Кочегар сидит за пультом. Перед ним циферки, кнопочки, различные выключатели. Он только контролирует с помощью механизмов работу котла и следит за параметрами воды или пара, которые он получает. Понимаете? Вот уровень кочегара сегодня. Но в далеких селах Преамурия все было по-другому. Вот сломается первый котел, а второй запасной тоже по уровню. Там все повытаскивали. В охотничьих магазинах ажиотаж. Скупают патроны. Новости конца августа 2006-го. Со дня на день должен начаться сезон охоты. На водоплавающую и болотную дичь. Покупали боеприпасы и снаряжение. Для маскировки в осенней траве лучше всего подойдет костюм леший. Кроме того, для охоты на водоплавающую дичь потребуются муляжи и манок. Семь лет назад журналисты даже поехали вместе с охотниками. Но то раннее утро принесло только удовольствие от дороги. Трофей был один на всех. Не ругайся на меня. Я что, виноват, что у меня не летают? А то что ты на меня здесь не ругаешь? Евразийский путь 2003. Автопробег от Москвы до Владивостока. К нам в город колонна пришла с опозданием в 9 часов. В данном пробеге была трудность с дорогами, потому что у нас выходили вроде бы короткие отрезки, но из-за того, что скорости были низкие, то есть там были 15 км в час, у нас побиты все подвески. Основная цель пробега – показать стране новинки отечественного автопрома и автомобили, которые собирают в России. Но Благовещенск машины толком не увидел. Участники Евразийского пути приехали поздно ночью, уехали рано утром, чтобы не выбиться из графика. Солнечное небо, яркое солнце и полный штиль. При таких погодных условиях плоты под романтическими названиями «Титаник» и «Челюскин» начали свое путешествие. Командование флотилии уверило, что плавание пройдет без происшествий. Последний сплав Пазеи в сезоне. В него журналисты отправились в августе 2001-го, чтобы рассказать о прелестях подобного туризма. В тропическом заграничье такого нет. И ближе к завершению немного старой рекламы. С подготовки к зиме начали, этой же темой и закончим. Как рекламировали теплую одежду в начале 90-х. Магазин «Визит» рад обслужить своих покупателей и предложить. Мужские костюмы всех размеров. Пальто «Пихора» утепленное, демисезонное. Зимнее женское пальто с норкой. Демисезонное мужское пальто 46 по 54 размеры. Шерсть 100%. Детское зимнее пальто от 30 по 40 размер. Стоимость 2907 рублей. Машина стиральная «Амгунь». Вас ждут по адресу Зейская 237. С 9 до 18 часов. Перерыв на обед с 13 до 14. В субботу часы работы с 9 до 15. В воскресенье выходной. Вот и все архифакты на сегодня. Снова вместе вспомним прошлое ровно через неделю. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова